В 2009 году образовалась ООО «Дружба». Было в обработке 5000 гектаров земли, 600 скота, работали столовые, мастерские. Были заключены договора на поставку электроэнергии, газа, работал водопровод, работали все коммуникации. В начале своей работы «Дружба» после первого сбора урожая начало оказывать спонсорскую помощь в селу. В первую очередь было выделено 200 тысяч рублей на восстановление памятника фронтовикам. Было выделено 200 тысяч рублей на замену старых окон в Адвежинской средней школе, на пластиковые. Также оказывалось помощь в ремонте полос спортзала, куда выделили 50 тысяч рублей. Так как глава администрации находился на трудительном положении, ему «Дружба» купила автомашину. Как она? Киа Сирата. Киа Сирата. Та оказана была помощь в ремонте клуба. На Кровле выделено 50 тысяч рублей. Кроме того, ООО «Дружба» всегда принимало участие в социальной жизни села, в организации Нового года для пожилых людей, Дня пожилых людей. Праздник 9 мая. Фронтовикам оказывалась непосредственная помощь, а также подарки. ООО «Дружба» выделяет также свои земли для посьбы индивидуального сектора, скота индивидуального сектора. Мы платим за это налоги, но с населения ни копеечки мы не берем. Мы оказали помощь также в ремонте, облагораживании православного и мусульманского кладбища. Сейчас они находятся в очень приличном состоянии. Люди рады. Мы также дали возможность оформить муниципальному образованию здание, административное здание контора, так называемое, как бесхозное, в котором, правда, она не своя мере. Впоследствии у нас оттуда выяснилось. В 2015 году глава муниципального образования воздействия Ксельсовета Александр Владимирович Кузоватов по неизвестным нам причинам поменял адресное хозяйство. А впоследствии поставил все здания, все производственные помещения, как бесхозные и через год оформил собственные муниципалитеты. Таким образом он оформил 13 объектов собственности. В результате действий или бездействий глава администрации Ксельсовета мы вынуждены были после этого убрать скот, убрать охрану, сократить рабочие места, обесточить производственные помещения, расторгнуть договора о поставке газа, договора о поставке электроэнергии. После этого последовало ряд исков КО «Дружба» от главы Ксельсовета по неосновательному обогащению, что мы занимаем эти его помещения. В результате наш скот сейчас находится в Оренбургском районе, мы вынуждены крепить убытки, большие убытки по доставке кормов, по содержанию этого скота, по обследованию его на инфекционные заболевания, потому что районы управления ветеринарией говорят, покажите скот, он должен быть здесь, на месте, в Саракташском районе, а не в Оренбургском. Мы написали объяснительное письмо министра сельскохозяйства о том, почему этот скот оказался там, и как нам, чтобы нам разрешение дали обследовать этот скот, плановые мероприятия провести, плановые обследования этого скота. Сейчас данная работа находится в стадии решения. Решением суда зарегистрировано право собственности на наше имущество, как бесходное, судом было отменено. Однако Александр Иванович неоднократно подавал в сторону иски, в результате чего все его иски были за судом. 25 июля 2016 года заместитель прокурора Саракташского района Советника Юстиции Александра Яковлевича Владимировича Усмотрел действие в Кузова Турстандр Иванович признаки уголовно наказуемого деяния, на которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 169 Уголовного кодекса российских генералов. В связи с тем, что ушли споры в суде межрайонного детского отдела, был вынесен отказной материал. Еще сейчас мы просим уголовное дело, вновь от крышек соблюдения. Не знаем, чем это закончится, так как у главы администрации, конечно, большие связи.